Стоимость товаров и услуг меняется ежедневно. И в новой экономической ситуации сограждане все чаще присматриваются к ценам с одним простым желанием – сэкономить. Сэкономить сегодня можно даже на налогообложение. Законодательные изменения, которые вступили в силу в нынешнем году, позволяют это сделать. Коснутся перемены и юридических, и физических лиц. Повсеместно вводится кадастровая стоимость имущества как земельных участков, так и объектов капитального строительства. Связано с этим в первую очередь именно справедливое налогообложение вот этих объектов для юридических лиц и для физических лиц. В связи с этим вводится кадастровая стоимость. На сегодняшний день у нас действует кадастровая стоимость земельных участков различных категорий. В том числе с 1 ноября 2014 года это земли населенных пунктов, а с 1 ноября 2015 года это земли промышленного транспорта, связи, энергетики и так далее. Поэтому юридические лица, ну и физические, соответственно, собственники, арендаторы, они будут платить налог и аренду именно с этой кадастровой стоимости. Эксперты указывают на важный момент. Налог на земельный участок при рыночной стоимости, который мы платили ранее, может значительно отличаться от актуальной на сегодня кадастровой. Именно поэтому на налогообложение в данном случае можно и нужно сэкономить. Часть этих земельных участков, кадастровая стоимость, достаточно отличается от рыночной в сторону завышения. Есть, конечно, и обратные ситуации, но в большинстве случаев как раз ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную. Видимо, понимая это, государство на законодательном уровне, федеральными законами приняло возможность оспаривания кадастровой стоимости заинтересованными лицами. При управлении Росреестра по Пермскому краю создана специализированная комиссия по оспариванию. Именно поэтому провести все необходимые процедуры для снижения налога можно в досудебном порядке. По результатам деятельности комиссии за 2014 год можно сказать о том, что из более чем 3600 с лишним заявлений 75 процентов получили положительное решение комиссии, что в принципе очень неплохо для, скажем так, предпринимательского сообщества, поскольку завышенные налоги, они серьезным временем ложатся на плечи как раз предпринимателей. То есть как на себестоимость продукции, которую выпускает это предприятие, ну и другие накладные расходы, которые, ну, уменьшают конкурентоспособность предприятия. Сэкономить свои средства на налоги, возможно, будет особенно приятно. Главное не запутаться в хоть и справедливом, но новом законодательстве. Помочь всегда готовы грамотные специалисты. Уже сегодня полную консультацию о том, какой экономический эффект вы можете получить от оспаривания стоимости земли, готовы дать эксперты компании МВМ Оценка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова